перед нами две видеокарты одна из которых заменит другую это две видеокарты приблизительно с одинаковыми характеристиками назвать их игровыми язык не поворачивается видеокарточки средние 1 это родионы r70 50x которую мы будем менять на nvidia geforce gt 740 от компании ninja проблема такая что данная видеокарта вышла из строя несколько раз мы ее восстанавливали в домашних условиях то есть делали реболинг ей у нее было отслоение чипа но все это безрезультатно и уже ела и поэтому было принято решение купить и поставить новую видеокарту в игровых целях эти карточки использовать в принципе можно в таких играх как counter strike global offensive gta 5 даже была попытка играть ведьмак 3 battlegrounds red faction и так далее но все на самых низких настройках и то с появлением лагов но все же карточка бюджетная и дешевая например эта карточка стоит 5000 рублей это стоило чуть дороже сейчас я их распакую покажу что к чему сначала я распаковал неисправную видеокарту от производителя asus r7250x модель данная видеокарточка на чипе амд на видеочипе своей комплектации она имеет диск документы и вот такой вот шлейф для подключения соседней видеокарты неплохая комплектация вторая видеокарта новая это полноразмерная ниндзя g force gt 740 по размерам она очевидно больше система охлаждения тоже кажется большей больше и радиатор сам значит тепла дача у этой карты должна быть выше сейчас поговорим о особенностях этих двух карт и о том что они себя представляют первое что следует сказать то что обе видеокарты имеют тип памяти g ddr5 самый современный тип памяти слоты PCI express 3.0 16 пиновые из разъемов под монитор имеется dvi vga и hdmi и у той и у другой карточки по габаритам я уже сказал эта карточка значительно больше как ее система охлаждения насчет технических характеристик обе карточки имеют объем памяти 1 гигабайт это конечно же очень мало для современного компьютера теперь решайте сами что это за карточки чистота видеоядра у данной карточки минимальная 1000 мегагерц но у нее есть сразу в комплекте системное программное обеспечение для ее разгона но разгонять и без того горячий amd видео процессор бессмысленно во первых от такого разгона вы ничего особо не получите разгон возможен до 1250 мегагерц и в то же время она сразу вас сгорит потому что система охлаждения здесь никакая в этом случае системные утилиты для разгона нет тактовая частота ядра этой карточки 1058 мегагерц стандартные утилиты как я уже сказал выше здесь для разгона нет конечно же можно разогнать со сторонними утилитами такими как мсай автобернер но этого делать я вам не советую вообще даже стандартными средствами утилит не делайте это разгонять такие карточки не нужно потому что хорошего прироста мощности все равно не получите лишь запортите свою видеокарту что еще здесь стоит сказать у данных карточек разрядность шины памяти 128 бит поэтому пропускная способность их не очень высокая я имею ввиду по скорости передачи данных максимальное разрешение максимальное разрешение данной карточки выше чем у этой если здесь максимальное разрешение 2560 пикселей на 1600 то у 2 496 на 260 то есть вот такая данная карточка имеет возможно возможность работать с тремя дисплеями может быть кому-нибудь она бы и пригодилась а данные с двумя давайте рассмотрим поподробнее что себе представляет наша новая видеокарта кстати говоря мне очень сильно удивило карта купленная магазине с нуля имеет какие-то странные винты на которых даже нет пломбы эта карта не раз разбиралась поэтому ничего удивительного нет что здесь пломба сорвана почему покупали новую видеокарту они купили более мощную но бы уж на насчет бы уж на их видеокарт это вообще отдельная тема покупать ее с рук очень опасно так как очень популярным стало при выходе из строя видеокарты то есть отслоение чипа делают реболинг домашних условиях его хватает максимум на две недели через две недели карточка выходит из строя так что лучше купить с нуля и быть уверенным что карта в порядке сейчас мы вставим ее в компьютер установим драйвера для пол полнофункциональной ее работы и немножечко протестируем что она из себя представляет перед установкой видеокарты системный блок убедитесь что у вашего блока питания есть дополнительный шестипиновый разъем питания который предусмотрен как у новой видеокарты так и у старой самое удивительное что у меня есть более мощная видеокарта намного мощнее чем эти обе а может даже мощнее чем вместе взятые но у нее нет дополнительного разъема питания ну да ладно сейчас мы установим в системный блок новую видеокарту и как я говорил уже выше проведем некоторое тестирование видеокарта установлена системный блок нашелся здесь и шестипиновый разъем питания дополнительный значит у меня был вариант подключен подключить к монитору видеокарту двумя способами это двумя способами это двумя и VGA HDMI кабеля у меня нет я подключил с помощью двумя еще что может быть я забыл сказать про обе эти видеокарты про неисправную и про новую то что разница в видеочипах у них конечно серьезная качество md конечно значительно уступает качество видеоядер от nvidia поэтому эта видеокарточка должна быть по идее качественней так это или нет покажет только лишь время так мы получили на выходе на мониторе искаженное изображение так как не установлен драйвер сейчас переходим на рабочий стол устанавливаем драйвер проводим тестирование и радуемся а сейчас скачаем драйвер для нашей видеокарты ссылочку на драйвер я оставлю в описании может быть кому-нибудь пригодится дожидаемся и устанавливаем дожидаемся завершения установки графического драйвера nvidia и продолжим наши манипуляции с нашей новой видеокартой пока устанавливается видеодрайвер мы можем сравнить данные две видеокарты посмотрев бетчмарк в играх в интернете здесь идет сравнение как раз двух этих видеокарт сначала тестирование программах где r7 250 уступает в некоторых моментах gt740 если смотреть именно в играх вы можете видеть на экране какие игры и какие показатели в этих двух видеокарт во всех этих показателях gt740 немножечко впереди r7 250 вот такие показатели давайте сейчас запустим программку фурмарк и попробуем прогнать нашу новую видеокарту и посмотреть какие результаты она нам покажет открываем фурмарк я настраиваю по разрешению экрана моего монитора будем тестировать в режиме full hd запускаем тест и смотрим на что способна наша видеокарта лучше конечно я снимать буду это все с телефона потому что съемка рабочего стола серьезно просаживать fps и это нормально потому что видеокарта и без того слабая происходит тестирование видеокарты geforce gt740 с помощью программы фурмарк мы можем видеть что fps максимум 16 это конечно маловато я немножечко ждал больше от этой видеокарты температура держится стабильно 50 градусов не более так тест подходит завершению но еще раз повторюсь то что немножечко результатов я ожидал больших от этой видеокарты чем мы имеем так высветился результат теста максимальная температура 51 градус fps максимально 15 данные карточки сейчас еще протестируем видеокарту в какой-нибудь игре более менее требовательной ну я думаю что с этим закончим так игра у нас gta 5 давайте посмотрим какие настройки у нас стоят значит даже удалось достичь неплохого разрешения целом конечно же настройки стоят самые низкие но все таки игра играбельно то есть особо зависаний не видно даже при использовании спецэффекта все в порядке вы видите зависание я не вижу я думаю что игра сейчас выдает 40 fps так что вот такая видеокарта даже возможно при использовании требовательных игр другие мы рассматривать не будем там мы увидим все то же самое низкие настройки и нормально играбельное положение на этом все уважаемые зрители рекомендую подписаться на наш канал а также включить оповещение чтобы не пропускать интересные и полезные ролики которые мы стараемся выкладывать практически каждый день каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного спасибо вам за внимание